Как гласит известная пословица, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В настоящее время в нашем регионе происходит рост числа правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Несмотря на то, что иностранные граждане фактически прибывают на территории страны в качестве гостей, часть из них игнорируют требования российского законодательства. Указанную проблему сегодня обсудим в программе «Прокурор в теме» с Романом Викторовичем Сухоруковым, заместителем прокурора Красноглинского района города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что же, прежде чем мы приступим к разговору заявленной темы, я хочу спросить вас, как давно вы в профессии, почему вы выбрали работу в органах прокуратуры? В профессии в органах прокуратуры я работаю с 2019 года, то есть уже пятый год идет. Начинал свою профессиональную сферу с должности помощника прокурора Октябрьского района города Самары. Затем также работал в Ленинском районе города Самары, после чего работал в прокуратуре Самарской области, в отделе по надзору за соблюдением законов органами Следственного комитета. С августа 2023 года занимаю должность заместителя прокурора Красноглинского района города Самары. А что вас больше всего привлекает в вашей профессии? Больше всего привлекает в моей профессии надзор на полномочия, то есть надзор за соблюдением всеми органами, правоохранительными органами, органами по контролю надзора, органами местного самоуправления, всех предписанных законодательством, соответственно, предписаний правил поведения и соблюдения прав граждан, соответственно, самое главное. Ну, то есть помогать людям, проще говоря, да? Да, самое главное – помогать людям. Ну что же, давайте приступим к теме. Я прошу пояснить вас вообще сейчас, какое положение дел в указанной сфере общественной жизни, если мы говорим о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами. Да, ну, логичнее всего, соответственно, в данной сфере оценивать состояние законности по состоянию преступности. В общем, если говорить о состоянии преступности на территории Самарской области, то у нас в данном текущем периоде снижение на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас значительный рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, которые превышают 65%. Соответственно, это критичный показатель, в связи с чем, полагаю, что данная тема является злободневной, актуальной и необходимо ее обсудить, довести положение законодательства до граждан, до наших граждан Российской Федерации, до местных жителей и до иностранных граждан, соответственно, тоже. Ну вот давайте поговорим и доведем. Какие преступления чаще всего совершаются иностранными гражданами? Вы знаете, у нас вот сейчас на территории области колоссальный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это очень тяжкие преступления, ни для кого не секрет, что указанное преступление имеет повышенную общественную опасность. Не зря законодательных отнесся к главе преступлений против здоровья населения. И здесь, соответственно, иностранные граждане, то также не являются исключением, огромное количество иностранных граждан совершает именно преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, имеют случаи предоставления иностранными гражданами поддельных документов и не исключены факты совершения иностранными гражданами общеуколовных преступлений, таких как кражи, грабежи, разбои, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, в том числе совершение убийств и иных преступлений. Их перечень не ограничивается, но основные я обозначил. Скажите, если есть у вас, конечно, такая информация, а процент раскрываемости преступлений именно с участием иностранных граждан каков на сегодня? Вы знаете, процент раскрываемости, данные преступления, соответственно, относятся к этой категории только после раскрытия. Соответственно, если на момент совершения преступления у нас данных о личности преступника нет, то, соответственно, к этой категории мы их отнести не можем. Поэтому, соответственно, на сегодняшний день цифра у нас, да, это порядка 1135 преступлений на территории области совершено именно иностранными гражданами. Спасибо. Ежегодно в нашу страну приезжают несколько миллионов иностранных граждан, большую часть которых составляют, конечно, трудовые мигранты. Вот с точки зрения соблюдения закона, скажите, пожалуйста, а какие риски возникают в связи с пребыванием их на территории нашей страны? Ну, в первую очередь, да, для самих иностранных граждан, какие риски существуют? Если у нас иностранные граждане, соответственно, без законных оснований, соответственно, пребывают на территории Российской Федерации, осуществляют здесь трудовую деятельность, то, соответственно, в данном случае при выявлении таких фактов правоохранительными органами в первую очередь будет ставиться вопрос о депортации таких граждан с территории Российской Федерации. Если говорить об опасности с точки зрения рисков для государства, то здесь, ну, как я уже ранее сказал, в первую очередь и основную, соответственно, это совершение правонарушений иностранными гражданами. Здесь, соответственно, увеличивается у нас, да, состояние преступности, показатели состояния преступности, и, соответственно, ни для кого, да, не секрет, что если увеличивается состояние преступности, то уровень доверия, да, местных жителей, да, граждан к таким иностранным гражданам, к правоохранительным органам, он, соответственно, падает. Да. А давайте поговорим поподробнее о процессе депортации. Ну, действительно, это интересно. Перечислите, пожалуйста, еще раз, в каких случаях депортация наступает немедленно. И, кстати, как она происходит, ну и какие сроки? Здесь у нас, значит, вопросы по депортации являются индивидуальными. Так. В каждом конкретном случае. А пример приведите, Роман Викторович, ну вот любой. Ну, например, гражданин, иностранный гражданин незаконно прибыл на территорию Российской Федерации. Осуществлял незаконную деятельность трудовую в организации, например, которая занимается строительством. Да, это не для кого-нибудь секрет, в основном иностранные граждане работают на стройке. Здесь, соответственно, в случае рейдовых мероприятий, в случае индивидуальных предметных проверок органами внутренних дел, при выявлении таких случаев, соответственно, органами внутренних дел проводится проверка, составляются необходимые документы, и после этого вопрос именно о депортации решается в судебном порядке. Да. Соответственно, если иностранный гражданин уже не первый раз привлекается, может быть, по административной статье. Ну, нарушает закон, да? Да, каких-то документов. То, соответственно, в судебном порядке суд принимает решение о депортации или о применении иных каких-то штрафных санкций в отношении иностранного гражданина. То есть здесь уже на усмотрение суда? Да, все на усмотрение суда. Скажите, пожалуйста, а какова вообще динамика преступлений, совершаемых иностранными гражданами в вашем районе, в частности, ну и на территории города Самара? Ну, на территории Красногринского района рост таких преступлений составляет свыше 117%. Это просто колоссальные цифры. Такого, наверное, за последние несколько лет никогда не было. А почему это происходит? Ну, наверное, это связано с тем, что иностранные граждане, пребывая на территории Российской Федерации, думаю, что в нынешней ситуации, да, правоохранительные органы проявляют какую-то слабость, да, и недостаточное внимание, да, на проблематике, и позволяют себе совершать преступления, соответственно, на территории как нашего региона, так и всей страны. Но это же ведь не так, разуверьте, иностранных граждан. Да, именно так. Большинство преступлений, совершаемых иностранными гражданами, да, они выявляются, раскрываются, и иностранные граждане привлекаются к административной, уголовной ответственности, в том числе гражданско-правовой ответственности в случае совершения гражданских правонарушений. Какие еще случаи чаще всего фиксируются правоохранителями? Расскажите, пожалуйста, если есть какие-то вот сейчас показательные примеры, я прошу вас их привести. Ну, в первую очередь, да, у нас есть такое понятие в профессиональной сфере, да и в простом гражданском обороте, как резиновые квартиры. То есть это такие жилые помещения, в которых местные жители прописывают за определенное небольшое денежное вознаграждение в размере от полутора до пяти тысяч рублей, большое количество иностранных граждан, без, соответственно, предоставления данных жилых помещений для проживания или временного пребывания. Такие случаи у нас как бы на территории всех районов города Самары имеются, в том числе и в нашем. В общем, у нас в этом году несколько таких случаев было. Соответственно, ответственность за такие деяния предусмотрена для местных жителей, да, опять же, для граждан Российской Федерации по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым минимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Максимальное наказание по таким статьям, соответственно, это лишение свободы на срок до трех лет с лишением специального права. — Роман Викторович, скажите, пожалуйста, а вот вы сказали о том, что все-таки административные меры применяются, а кто следит за исполнением этих мер? Если вы говорите о том, что иностранные граждане приступают в закон, а когда их настигает наказание, все-таки они платят штрафы? — Вы знаете, вот как раз основная проблематика вот таких деяний, да, которые совершают местные жители, связана с тем, что иностранных граждан в последующем очень сложно найти, поскольку они указывают вот этот недействительный адрес, они, соответственно, их местонахождение установить проблематично. А в некоторых случаях они самостоятельно, соответственно, покидают территорию Российской Федерации, дабы не оплачивать вот эти штрафы и нести какую-то предусмотренную законную ответственность, да, один из видов, который был уже перечислен. — Соответственно, да, проблематика существует, это меры принимаются, да, в том числе данные граждане включаются, да, в реестры органов внутренних дел, да, есть специальная база данных, где, соответственно, граждане, которые совершили правонарушение, отражаются, и, может быть, да, им запрещен выезд до того момента, пока они не исполнят установленные обязанности. — Въезд? А если так получилось, что они все-таки выехали, будет ли запрещен въезд? — Да, в последующем данный въезд для указанных граждан будет запрещен до исполнения, соответственно, предписаний. — А мошенничество в этой сфере часто наблюдается? Тут, к примеру, сменили фамилию, паспортные данные и опять вернулись и продолжают нарушать закон? — Да, вы знаете, иностранные граждане очень часто прибегают к таким вот действиям незаконным, но делают они эти действия, совершают на территории своего государства, да, также мы это устанавливаем, бывает, да, изменяют фамилию, имя, отчество, бывает. — Отдельные буквы изменяют фамилию, имя, отчество, да, и тогда указанный процесс довольно проблематичен. Это также в судебном порядке необходимо выходить в суд, да, для установления факта того, что гражданин иностранный изменил свои анкетные данные. — Хорошо. Какие меры принимаются правоохранительными органами и органами прокуратуры для снижения таких преступлений? — Ну, в первую очередь, у нас, да, эта проблема актуальна, она, соответственно, обсуждается на межветовственных совещаниях, соответственно, на кардиационных совещаниях. Соответственно, вырабатывается комплекс мер, которые необходимы для снижения уровня таких преступлений. Соответственно, даются указания органам внутренних дел о выявлении преступлений, вот, связанных с незаконным оборотом наркотиков, о совершении преступлений организованными группами, в том числе этническими. Соответственно, о необходимости, в принципе, да, постоянного контроля за мигрантами, да, вот, иностранным гражданам, поскольку как-то вот, ну, сезонно или, ну, периодично это не получается делать, поскольку рост постоянный у нас. Соответственно, если мы не будем этот вопрос контролировать, то никаких мер у нас положительных не будет, да, никакой положительной динамики в этом направлении. — Роман Викторович, а вот лично вас, как человека, как прокурора, что больше всего возмущает, когда мы говорим на эту тему? — Вы знаете, вот если иностранные граждане соблюдают все предписания, да, установленные законодательством, все требования, которые наш законодатель закрепил для таких граждан, то, в принципе, никаких проблем для того, чтобы они находились на территории нашей. — Жили, работали спокойно. — Да, ведь что нужно, вот, кстати, давайте перечислим, что нужно, чтобы быть законопослушным иностранным гражданином на территории Российской Федерации. Ну, вот просто я так, навскидочку, да, добавьте, если я что-то упущу, приехать, зарегистрироваться, получить разрешение на работу, встать на миграционный учет, что еще? — Ну, соблюдать, соответственно, все наши законодательства, да, требования, наши законодательства. — Все вот эти вот вышеперечисленные требования, все, спокойно работай, никто за тобой не будет ни гоняться, ни преследовать. Вот, кстати, есть такое мнение, что якобы органы и прокуратура, и полиция очень пристально следят за иностранными гражданами, якобы, ну, не дают спокойно работать. Ну, вот опровергните этот миф раз и навсегда. — Ну, конечно, это не так, да. Мы ко всем нарушителям законодательства относимся, соответственно, как к равным, да, то есть вне зависимости от того, это иностранный гражданин или это гражданин Российской Федерации, вообще никакого значения не имеет. Если иностранный гражданин соблюдает требования федерального законодательства, то никаких вопросов и претензий к нему как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны органов прокуратуры быть не может. Если, соответственно, нарушает, то здесь предусмотрена законом ответственность. Пожалуйста, вы обязаны, соответственно, исполнить, да, все те нарушения, за которые предусмотрена ответственность, необходимо будет соблюдать в полном объеме, как и любым другим гражданам. Да, и вот продолжим еще говорить на одну важную тему. Вот известно, что одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня является еще нелегальная миграция. Какова роль прокуратуры во борьбе именно с этим явлением? Да, ну, наиболее, соответственно, тяжко, да, является в этой сфере совершение преступления, предусмотрено статьей 322.1. Это организация незаконной миграции. Здесь, соответственно, такие действия, как незаконный въезд, незаконное пребывание на территории Российской Федерации или транзит по территории Российской Федерации иностранных граждан. Соответственно, здесь у нас органы внутренних дел принимают меры для того, чтобы снижать данные преступления. Если говорить конкретно об органах прокуратуры, то здесь у нас органы прокуратуры занимаются координирующей деятельностью. То есть, опять же, да, соответственно, это проведение, опять, международных совещаний, координационных совещаний, на которых решаются вопросы, да, связанные именно со снижением количества таких преступлений и привлечением виновных лиц к ответственности, то есть их установления, изобличения и в дальнейшем придания суду. Скажите, пожалуйста, а проводите ли вы профилактические мероприятия, ну, проще говоря, разъяснительные, какая роль прокуратура вот именно в этом вопросе? Собираетесь ли вы с представителями общественных организаций? Может быть, вы беседуете с представителями диаспор, которые живут и работают на территории нашего города, но, проще говоря, знают ли они о своих обязанностях и знают ли они закон в миграционной политике? Конкретно вот с этническими, да, организациями каким-то прокуратур на сегодняшний день четко взаимодействие не выстраивает, но при этом, соответственно, органы прокуратуры на постоянной основе, в принципе, разъясняют все положения действующих федерального законодательства. Это осуществляется путем, да, размещения в средствах массовой информации, в сети интернет, всех положений, которые необходимо соблюдать, да, какая предусмотрена... То есть они в общей доступности есть? Если ты хочешь, ты ознакомишься? Да, безусловно, все эти положения есть. Если иностранный гражданин хочет ознакомиться, да, у него есть такое желание, то он может в том числе, да, путем интернета, да, проведения запросов, любые интересующие его вопросы, соответственно, найти. Ну, а здесь как же языковая преграда, языковой барьер? Ну, опять же, да, если у нас иностранный гражданин хочет находиться на территории Российской Федерации, то ему необходимо сдать экзамен, да, в том числе на знание русского языка, да. Здесь минимальные требования, соответственно, разговорный язык и чтение письма, соответственно, у него должно быть в любом случае, поэтому... Иначе здесь ему просто, ну, будет сложно очень находиться, да. Работать-то можно, заработать нельзя. Да, вот именно так. Ну что же, поясните, пожалуйста, подробнее, какие миграционные услуги оказывают местные жители иностранным гражданам? Ну, вот как я уже ранее говорил о том, что местные жители, в первую очередь, да, они зарегистрируют в своих жилых помещениях таких иностранных граждан. В последующем, соответственно, да, эта проблематика, как я уже ранее говорил, возникает с тем, что их иностранных граждан очень сложно найти на территории нашего региона. Здесь также роль прокуратуры, да, хотелось бы отметить, что в соответствии с статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в последующем органы прокуратуры выходят с исковыми заявлениями в суд о взыскании такого вот неосновательного обогащения с тех граждан, которые, соответственно, прибегли к такому незаконному заработку. Скажите, а где сейчас, в каких органах прописывают иностранных граждан? Этим занимаются органы внутренних дел, соответственно, а дело по вопросам миграции этим занимается. Вот и замечательно. Тогда ответьте мне на вопрос, когда гражданин приходит прописывать свою квартиру 50-го жителя. Почему органы, если мы сейчас говорим о органах МВД, это видят? Ведь видно же, сколько уже прописано. Почему они идут и соглашаются, ну, по сути, на преступление? Ну, в таком случае, ведомственными нормативными актами предусмотрено, что невозможно просто так отказать гражданину, в том случае, если он с письменным обращением, соответственно, обратился уже в органы. В данном случае, соответственно, как органы по вопросам миграции, потом в последующем органы дознания передают такие сведения, так и органы прокуратуры осуществляют проверку отделов по вопросам миграции и могут также выявить данные нарушения. И при выявлении таких нарушений, соответственно, органы прокуратуры принимают в мере реагирования как в отношении отделов по вопросам миграции, так и в отношении тех лиц, которые совершили преступное деяние. Ну, то есть здесь хождение по кругу получается, да? Может быть, проще на законодательном уровне как-то закрепить это положение и не разрешать прописывать там более скольких-то человек в квартире, чтобы потом не создавать дополнительную работу уже и вам, как органам прокуратуры, ну и, соответственно, миграционной службы. Вот как вы считаете ваше мнение? Ну, я полагаю, да, что такие меры были бы наиболее эффективными, соответственно, и они бы в полной мере, наверное, более действиями отвечали бы тем требованиям, которые предъявляются как для органов внутренних дел, соответственно, так и для отделов по вопросам миграции. Спасибо. Ну и, наверное, самый главный вопрос сегодня в нашей программе. Что заставляет мигрантов идти на преступления? Вы знаете, большая часть иностранных граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, являются гражданами Центральной Азии, входящими в состав Содружественного Независимого Государства. Ни для кого не секрет, что на территории данных государств по-прежнему очень высокий уровень коррупции. Соответственно, проявление коррупции во всех сферах ее жизни влияет на совершение данными граждан правонарушений. Если у себя на территории государства они вправе любой вопрос, вне зависимости от его сложности, решить путем, что уж там говорится, дачи взятки, получения взятки, то на территории Российской Федерации это сделать уже намного сложнее. И здесь, соответственно, иностранные граждане как раз и попадают в ту категорию лиц, которые совершают преступления. Соответственно, необходимо, никто не против, чтобы иностранные граждане находились на территории Российской Федерации. Все против того, что они совершают здесь преступления и правонарушения. Вот в чем суть. Так же, как и граждане Российской Федерации. Те, кто не совершает никаких преступлений и правонарушений, к ним никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не возникает. Если, соответственно, граждане Российской Федерации совершают преступления, для него, соответственно, такие же меры, как и для иностранных граждан. Наступает последствия в виде юридической ответственности. Если мы говорим сейчас об иностранных гражданах, я вас слушаю очень внимательно, интересные вещи рассказываете. Вот здесь, наверное, проще изменить менталитет, да, чем все-таки отношение к проблеме, которая существует, вот если мы сейчас говорим о коррупции, о даче, взятке. И, кстати, взятка – это не всегда деньги, верно? Да, верно. Но что касается менталитета, хотелось бы сразу оговориться, что менталитет, наверное, здесь ни при чем. Это вот именно конкретно внутреннее состояние человека. Если он привык приступать к закону в любом его проявлении, то он его будет приступать. Если он хочет нормально жить, да, развиваться, то, соответственно, приступать к закону он не будет. Для чего к нам иностранные граждане приезжают? Наверное, для лучшей жизни, поскольку в их государствах уровень экономики ниже, уровень заработной платы ниже, соответственно, для заработка, для помощи своей семье, может быть, для переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. И для этого, соответственно, иностранным гражданам просто необходимо все требования законодательства соблюдать. И тогда у них все будет хорошо. Каким еще образом органы прокуратуры могут повлиять на недобросовестных иностранных граждан, Роман Викторович? Вот смотрите, какая ситуация. Есть случаи и примеры в нашей практике, в том числе и в этом году, что для иностранных граждан вступление в брак с гражданами РФ облегчает процедуру временного проживания на территории РФ и приобретения гражданства. Вот эти случаи, соответственно, иностранные граждане используют не по назначению, так скажем. Они вступают в фиктивные браки с гражданами РФ для, соответственно, того, чтобы сроки, вот эти, да, сроки и процедура упростилась, да, вступление в гражданство временно, разрешение на проживание на территориальной РФ. А в чем упрощение, кстати? Сроки, как правило, сроки, да, сокращаются. Если общий порядок до трех лет, то, соответственно, здесь при вступлении в брак этот срок, соответственно, может быть сокращен. Ну, а то есть, вступая в фиктивный брак, берут русскую фамилию. В чем выгода-то, расскажите? Вот я, кстати, об этом первый раз слышу. Здесь приобретение фамилии никакого значения не имеет. Здесь имеет сам факт, имеет значение сам факт вступления в брак. То есть, законодательство на территории РФ за гражданина РФ. Здесь, соответственно, именно вот этот юридический факт вступления в брак означает, что у иностранного гражданина появляется право приобретения гражданства в упрощенном порядке с укороченными сроками. Ясно. Ну, вот как вы считаете, все-таки с чем связано вот такое девиантное поведение иностранных граждан? Ну, как я уже сказал, да, у нас на любого гражданина оказывает влияние его обстановка, да, кто его окружает, какие люди, в каком правовом поле он живет. Соответственно, иностранные граждане у нас сменяют, да, вот эту правовую систему, да, со своего государства, которым она работает ненадлежащим образом, на правовую систему Российской Федерации. Здесь, соответственно, возникают вот эти проблемы, когда получение вот этого, допустим, трудового патента, да, это особо проблем не составляет на территории Российской Федерации. Но при этом иностранные граждане сделают, ну, например, за взятку поддельный, не за взятку, извиняюсь, а за незаконное денежное вознаграждение, да, приобретут поддельный такой документ, например. Вот, соответственно, и все, как бы за такие же, абсолютно за такую же сумму, да, там, примерно равную той сумме, которую необходимо заплатить в доход государства, они приобретают поддельный, то есть делают для себя, соответственно, заведомо, уже зная, что они совершают преступление тем самым. То есть такие действия, конечно, недопустимы, да и никакой логики они не поддаются, честно говоря. Для каких целей это делать, если никаких особо проблем не возникает? Роман Викторович, а вот давайте сейчас мы дадим ценные советы добросовестным работодателям. Если так случилось, что решил работодатель принять на работу иностранного гражданина, что нужно проверить, что должно быть в наличии, чтобы, как говорится, не попасть на штраф? Ну, у него в первую очередь должен быть, да, отрывной в бланк талона уведомления о том, что он прибыл на территорию Российской Федерации, такой иностранный гражданин. Сколько он действует? Срок? Если не ошибаюсь, 90 суток он может действовать. Соответственно, у него должно быть также трудовой патент. И необходимо, в зависимости от сферы деятельности, в которой он будет работать, допустим, это общепит, необходимые санитарные документы, санитарные книжки и так далее, разрешение на работу с продуктами, допустим. То есть это все должно быть. Ну, это если, допустим, крупное предприятие или ИП, ну, а если бывает такое, и все мы, как говорится, с вами можем попасть в такую ситуацию, когда мы нанимаем разнорабочих, да, на какие-то вот временные строительные работы. Вот такие документы здесь на усмотрение гражданина физического лица, либо все-таки нужно проверить? Нет, в любом случае необходим пакет документов, да, который обязательно должен быть у иностранного гражданина, который подтверждает его законность нахождения территории Федерации и его право осуществления здесь трудовой деятельности. Ну, а кто здесь отвечает за выполнение именно качественных услуг, если мы говорим об иностранных гражданах? Ну, здесь вопрос индивидуальный. Это от каждого человека зависит от его квалификации, соответственно, каких-то вот конкретных условий для приема таких граждан, ну, насколько мне известно, как бы не предъявляется, да. Сам работодатель, в зависимости от тех задач и целей, для которых он берет, он определяет, да, подходит этот иностранный гражданин по квалификационным требованиям ему или нет. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, о чем важно знать и помнить, как иностранным гражданам, которые прибывают к нам на заработке, трудоустраиваться, ну, и так же физическим лицам и владельцам бизнеса. Ну, в любом случае, это самое главное для иностранных граждан, для местных жителей, для работодателей. В первую очередь, это полное соблюдение требований федерального законодательства. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь, пожалуйста, к юристам, да, которые заяснят вам соответствующее положение. В первую очередь, это делается для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Если вы, соответственно, пренебрегли этим правилам, то будьте готовы нести предусмотренную законную ответственность. Ну что же, спасибо вам большое. Я благодарю вас за участие в программе, за ваши профессиональные и компетентные ответы. Вы смотрели программу «Прокурор» в теме. Роман Сухоруков, заместитель прокурора Простоглинского района города Самара, отвечал сегодня на мои вопросы. Благодарю вас еще раз. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин